я с вашего позволения пойду в хаотичном порядке по этому списку вот а я предлагаю ребятам кто хочет спокойно вопросы связанные с демонстрацией кода выходить прямо сюда выписывать если вам плохо видно тогда можно и нужно пересаживаться ближе к экранам вот и давайте начинать значит я на самом деле открываю вот здесь вот гист и сюда я накидаю полезные ссылочки те которые получаются будут в ходе вот этого лайв кодинга вот тут это у нас будет инфинити так давайте делать вот так но джесс и первое что у нас здесь будет это links первая ссылочка у нас будет сюрприз сюрприз при рабочий пример с сервер сайт-эвентами я свое время проходил в этом году собеседование и имел глупость в очередной раз написать тестовая это раз в полгода я делаю эту глупость не пишите тестовые это лишняя работа единственное зачем в этом можно делать для того чтобы держать себя в тонусе потому что я не участвую в хакатонах сейчас а взять и запилить короткое работающее решение доступная к ревью другим разработчикам это тот навык который вам нужен потому что вполне возможно то что в какой-то момент это позволит вам получить лучше работу пример с сервер сайт-эвентами и я пишу это сервер сайт-эвент-экзампл сейчас я с вами разберу что это и код как он реализован желающие могут я вижу что что с ноутбуками если вы хотите попробовать тогда заходите на github слэш галкин а то тест-таск и можете параллельно со мной развернуть этот проект как вы думаете какой там будет технологический стек но да и тайп скрип вот кстати часть вопросов мы кстати там например докер она джесс плюс докер мы вот тут вот с вами частично перекроем поэтому тест-таск давайте я сделаю гид чекаут форс сделаю все изменения то есть я просто сделал гид пол сейчас вот угадываю ваши мысли так лучше да окей значит смотрите что у нас здесь происходит выключить свет что вы имеете ввиду вот и верхний это вопрос к игорю я уже думал окей google выключить свет стало лучше я люблю повторять то что идея для разработки может быть любой если она от jetbrains да и ребята у нас все будет круто потому что мы будем время еду при просмотре при коде не знаю вот view а где 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 мой view как это present mode ладно давайте воспользуемся горячей клавишей горячей клавишей я хочу переключиться они сделали хорошо давайте сделаем так они просто я обновился еще не привык к новым пунктам меню так лучше видно отлично итак господа что собственно говоря у нас в этом проекте происходит во первых давайте начнем с того что я вам покажу как выглядит тестовое задание что что да без проблем вот life coding я просто команд команд ты думаешь команд понял я хотел на самом деле сделать это быстрее под через вот такой вот шорткат да они поменяли слишком дофига я обновился не так давно так у нас нужно на тема код сколор схема у нас monokai давай дефолт apply yes yes лучше отлично итак господа собственно говоря задание выглядит следующим образом давайте еще господа из блокчейн проекта попросили чтобы с api coin cap айол тут дата скрапер по ресту забирал данные через какой-то тайм-аут времени и соответственно по веб-сокету обновление отправлял неудивительно что у нас оказывается что это а однонаправленный протокол и веб-сокеты тут нужны только для сабскрипшенов в мотивации предме я конкретно расписываю то что веб-сокеты нужны тут как собаки пятая нога сервер сайт ивентов будет тут достаточно собственно говоря сейчас мы с вами посмотрим каким образом это выглядит и разберем технологически я беру запускаю вот так если кто-то это ставит у себя локально параллельно со мною не забудьте пожалуйста сделать copypast.env.example скак.env файл подробнее об этом сейчас расскажу кстати кто-то был на моем докладе 12 факторное приложение от ipama приятно приятно что-что да надеюсь что-то оттуда утащили вот environment переменные это одна из таких вещей собственно говоря на local хосте 8 4 4 3 вот у нас вот такая вот картиночка и вот по сути в реал тайме вот это вот обновляется сейчас у нас вот эти вот секунды давайте сделаю вот так вот там было 34 стало 42 сейчас она обновится что-что это этот тест таск вот что у нас с вами происходит у нас с вами происходит фронтенд разработку мне было впадлу делать чтобы это был нормальный бандлинг поэтому я просто прикрутил здесь реакт простенькая вьюшка у нас и мы подписываемся вот смотрите сейчас идет демонстрация фронтенд кода для того чтобы продемонстрировать как просто с точки зрения фронтенчика работать с сервер сайт-эвентами у них есть такая штука как создание сейчас секундочку вот видите event source polyfill я запиливаю polyfill для того что это было кросс-браузерная вещь ну не дай бог кто-то решит зайти с браузера который не поддерживает это решение вот поэтому я использую не event source который у нас глобально там в хроме или в любом другом браузере доступен а event source polyfill который у нас здесь появился из-за того что да это jQuery style но зато так быстрее мне как человеку который привык backend код писать было это запилить чтобы не настраивать вопак и все прочее вот это вот требующую времени задачу я ставлю сюда из cdn event source polyfill мы с таким же успехом можем этот код читать вот таким вот образом я наверное вот так вот сейчас вашего разрешения и сделал для того чтобы вам было без особенностей polyfill давайте сейчас возьмем и перезапустим так inspect network network мы с вами видим то что наш код подключился и вот здесь вот я не знаю вот это я смогу увеличить да смог видите у нас регулярно прилетают оповещение по event stream это я нахожусь вкладочке network я клацнул на currency endpoint вот и я вот здесь вот вижу что у меня прилетают регулярно сообщения как это происходит на уровне кода браузерного кода мы создаем event source этот event source у нас если взять и посмотреть по api предлагают нам add event method event listener так вот тут я перелетел на typescript definition и вот тут у нас есть add event listener remove event listener вот у нас есть тут дополнительные вещи такие как мы можем сделать проверку статуса открытое закрытое мы можем сделать он message он open можем сделать закрытие все вот эти вот вещи какая у нас здесь есть прелесть вот смотрите я беру сейчас и эмулирую разрыв связи с бэкендом я выключил обратите внимание то что вот здесь вот у меня идет попытка реконекта видите с каким-то тайм-аут теперь я беру и включаю обратно чтобы у меня работало и так хлоп она подключилась у нас снова пошли ивенты нам ничего для этого не нужно делать на уровне фронтенд кода если мы говорим с вами о нашем любимом rx и которые что ангуляр щеки обожают что в x что в реакт стараются в любой событий на ориентированный проект спилить то это есть event emitter который в один в одну строчку переводится в rx stream вот в тот момент когда у нас вот здесь вот если мы с вами посмотрим прилетается оповещение едва сделал подписчика во первых поменять значение валют во вторых я еще обновляю время то есть вот я говорю о вот этом вот блоке все она работает обратите внимание то что если я например захочу взять и поменять количество валют которые мне вот тут показывать а это ответственность бэкэнда то я я могу это легко запилить на уровне кода то есть я возьму например вот здесь вот добавлю какой-то параметр дополнительный который будет говорить бэкэнду о том что отдавай мне данные только такие я например хочу подписку только на изменение цены например биткоина уже на бэкэнд коде это решится и обратите внимание вот сокетах ты устанавливаешь соединение тебе нужно заботиться как фронт-энд разработчику о дисконнектах тебе нужно менеджерить подписки и на бэкэнде тебе нужно менеджерить подписки тебе возможно необходимо получается тем или иным образом волноваться о том что у тебя происходит авторизация и прочие вещи через хеддер оно такое же простое с event source как работа с rest поэтому я рекомендую добавить ваш технологический стек такой протокол какая проблема тут есть смотрите вот тут вот вы можете увидеть у тебя в браузере то что network вот здесь вот давайте я сделаю дисконнект видите протокол вот тут h2 как правило там по дефолтному у нас нету протокола поэтому мы не видим мы не знаем какой протокол мы можем легко этим управлять добавляя сюда протокол и видеть собственно говоря те параметры которые нам нужны это h2 я могу посмотреть сейчас какой-то пример а давайте на learn jquery зайдем server-side events вот смотрите вот здесь вот если мы с вами скопипастим пример вот ребята получается здесь нам предлагают старт нажать вот здесь они идут как мы с вами видим по нет это артикл мне нужно не артикл мне нужно а тоже по http2 мне что-то казалось что они по http1 отправляют короче если http1 просто поверьте мне я не хочу тратить время на демонстрацию у вас браузер chrome не может открыть более четырех коннекшенов и держать их постоянно к одному и тому же хосту веб сокеты и наши серверы сайт ивенты они создают persistent connection с http2 у вас может быть вот этих вот соединений столько сколько вы хотите я это продемонстрирую сейчас то есть видите сейчас сейчас сделала что у меня их целых шесть так это что github 504 дает да их что-то колбасит смотрите у нас подключений сколько идет раз два три четыре пять шесть вон шесть запросов если мы сейчас с вами переключимся на http1.1 то в этом случае пятый или шестой запрос они уже не смогут открываться поэтому сервер сайт ивенты http2 must have давайте сейчас посмотрим какие вещи стоит из этого проекта вам утащить как node.js разработчикам первое логирование логирование может быть у вас будет только в одном формате это джейсон аналогично тому как мы с вами работаем с отдачей данных по ресту чаще всего в джейсоне потому что это удобно сериализировать и десериализировать аналогично логи нам удобней сохранять в формате джейсон зачем? затем чтобы их потом проще было читать машины складывать влк стек или еще что то там вроде возникает тогда вопрос блин а что тогда делать потому что вот я беру сейчас делаю npm start вот у меня вы увидите что логи идут в формате джейсона вот видите ответ на этот вопрос очень простой при локальной разработке вы легко можете делать pipe вашего вывода в консоль что собственно говоря я в этом проекте делаю что из себя представляет pipe это всем известная линуксоидом команда которая выглядит конструкция вот такая то есть это палка вертикальная то есть я при локальной разработке я говорю нод демон с вот такими вот конфигурациями нод демон который запускает тс ноду вот и я это pipe с баньяном который ну это логер который я использую для того чтобы это в джейсон логировать я просто делаю pipe чтобы у меня логи были из машина понятных и джейсона в человека понятные то есть вот это вот идея и он предлагаю утащить для того чтобы вы с одной стороны выполняли требования для которой это скорее всего devops он будет делать джейсон с другой стороны вот эту вещь а нужно ли демонстрировать зачем нам нужны логи при трабл-шутинге но джейс или это очевидно тут это вроде как воркшоп по поводу трабл-шутинга окей хорошо вот смотри у тебя прилетает запрос и при этом сейчас давайте создадим проблему для того чтобы продемонстрировать решение на примере этого ну давай 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 сделаем так так если я сейчас выключу вай фай у меня же все будет хорошо да вот теперь мы взяли сделали вот так она вроде как работает правда у меня посыпались а ошибки если бы у меня не было логирование вот этих вот ошибок то есть я не залогировал бы ошибки мне непонятно почему она не работает то есть на самом деле handling и логирование ошибок это важная часть вашего но джейс приложения по поводу логирование ошибок по-моему я год назад рассказывал то что их нужно различать на два типа то что есть программные ошибки и оперейшен ошибки программная ошибка этот выхода в синтаксисе допустили ошибку оперейшен ошибка это то что естественно может быть по границам работы вашей в бизнес логике пример вот у нас не работает хост из которого мы хотим получить данные это нормальный кейс он может быть недоступен или с сетью проблема или это просто как гитхаб 504 отдает ошибку я вешаю вот такие вот обработчики на но джейс коде кто вот такой вот код пишет в каждом вашем приложении круто один человек я попробую объяснить что у нас здесь есть во первых у нас используется наш логер джейсон формате для того чтобы потом было проще обратите внимание что на такой уровень ошибок когда у нас приложение сейчас тупо упадет мы используем уровень самый серьезный фатальная ошибка он хэм для 3 джекшен и анхэдлит эксепшен я вечно путаю какая из них синхронная какая синхронная один если promise мы не отловили реджекшена синхронная отлично вот вот тут у нас получается promise который никто нигде не отловил вот здесь вот у нас соответственно ошибка которую никто нигде не отловил на уровне синхронного кода логирование такого типа ошибок является обязательным и обратите внимание то что после этого ваше приложение находится в неизвестном состоянии с точки зрения математика ошибка которая не было отловлено на уровнях кода ниже не должна быть обработана вы не можете просто сказать ну и пофиг на такую ошибку работы дальше в проектах если это у вас б этот девайс то естественно вам нужно продолжать работу потому что скорее всего у вас нету какого-то но джейс раннера который типа pm2 или что-то выруми которые рестартанет поэтому вот тут неизвестное состояние залогировали и упали покажу прикол заключается в том что если у тебя это залогировано только в консоль то не факт что это будет достаточно во первых ошибка не будет все реализировано в джейсон и и потом ты будешь с трудом находить каким образом разбирать вот твой оперейшн специалист будет мучиться иска еще эту ошибку если девопс не настроил кастомный парсинг это во первых во вторых у тебя может быть логирование не только в консоль у тебя может быть логирование исходя из настроек ну это что что по что прости а я просто использую для этого центре тот термин который ты сказал да да ну соответственно если мы выходим из приложения нам стоит взять и залогировать почему это произошло прости у но джесса кто пользователь в которых тот момент был если у нас вот такая вот ошибка да потому что это на это глобальный хендлер который идет последним вот последний бастион логирования ваших ошибок так я возвращаю вай фай да 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 абсолютно согласен вот то есть на самом деле по-хорошему вот тут вот если мы возьмем посмотрим у меня есть какая-то error handler вот здесь вот вот у меня есть error handler и я беру я пишу на в этом примере я пишу на кого а почему на кого они на экспрессе потому что у кого у вас мидлвары идут друг за другом это неудобно потому что 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 в экспрессе они идут друг за другом в кого у вас получается мидлвары оборачивают одна другую то есть по сути если вы посмотрите на код в ка вот смотрите вот у нас выглядит вот так вот функция во-первых у вас нету отдельная request и response в отличие от того же самого экспресса у вас точно также есть функция next но они взяли и слепили в контекст и request и response еще дополнительная вещь вот но обратите внимание то что у вас идет await next и вы можете что-то сделать вот здесь вот до а вы это вы что-то можете сделать после него и вы можете сделать try catch поэтому error handler выглядит вот так вот мне писать код в таком стиле удобней почему потому что я могу ну вот как мне нужно взять и залогировать время сколько будет выполняться запрос если мы это делаем в экспрессе мне нужно вначале сделать middle вару вот должен пройти полностью весь цикл и потом не нужно в конце сделать middle вару и вот в этой middle варе вначале и в конце мне нужно взять и посчитать разницу в экспрессе я просто делаю так айвы в коа я просто делаю так я беру дело давайте я через консоль это сделала и вот здесь вот я беру дело ну кто кто не знает вот такой вот конструкция она позволяет как раз замерить время вот это быстро просто давайте рестартанем перестартанем перестартанули вот смотрите видите вот эти вот тайминги это ничто иное как у нас вот эти вот 6 соединений они автоматом переконнектились вот это вот об этом о том что с коа проще писать для маленьких rest вещей коа отлично подходят вот потому что позволяет быстро накидать вещи она выигрывает по скорости экспресс тот же сам для какого-то серьезного проекта я рекомендую наст это будет сейчас демонстрация так еще вопросики есть повод сервер сайт ивентом и работать вот этой вот вещи о хорошо то я как-то увлекся этими вот вопросами и немного не ответил значит смотрите что у нас происходит во первых с точки зрения но джесса на нам нужно сделать следующую вещь нам нужно взять и ответить то что браузеру что тип данных которые мы будем отдавать это будет text event stream то есть content type демонстрирую это на уровне нетворка вот здесь вот мы с вами заходим и мы вот здесь вот в хедерах вот смотрите мы смотрим реквест хедеры и сам браузер скажет открывая event source что он принимает только текст event stream соответственно backend должен сказать зашибись вот тебе текст event stream это текстовый протокол то есть нас там не будет автоматической десериализации на бэкэнде а за счет того что мы работаем с ка которая автоматом приняв в body event stream но джессовский в инстрии не event source не путаем а event stream потому что если мы возьмем посмотрим вот здесь вот видите он отдает риды был из самого собственно говоря но джесса где у меня риды был вот видите риды был и мы просто берем и присваиваем body стрим который будет фигачить данные то есть нас регулярно будет чанг отдаваться дата и вот такая вот вещь если я здесь поставлю место дата например там new prices давайте это сейчас продемонстрирую обратите внимание здесь у нас с вами в event stream был просто message type сейчас я беру делаю давайте через watch у меня reconnect я не поменял в этом давайте смотреть что у меня здесь происходит так он у меня загрузился нормально нет что-то не то а ну конечно я же в коде не внес изменения я надеюсь то что это мне слишком быстро и непонятно это вытворяю вот смотрите вот здесь вот мы говорим на message вот на события message вот тут тут я отставлю new price там new price или prices я поставил кто помнит давайте скопи пащу это сюда то есть мы можем отправлять из нашего бэкэнда несколько различных типов данных и соответственно подписываться на фронтенде на каждый свой помните я говорю у вас специфики и шинтест договоритесь и сначала с вашим фронтендом какие у вас будут пайлоты по каждому из событий с поводом сорсовать ну соответственно давайте сейчас это перезапустим хотя так inspect что у нас не отрисовывает вот currency здесь вот прилетело вот видите здесь message ой что-то что-то я делаю опять не так что-что а да вот у нас вот здесь вот еще получается push нам нужно на этот так дата вот здесь вот потому что это initial state нам еще вот здесь вот нужно было спасибо вот нужно ли так писать это на самом деле низкоуровневая реализация вы можете спокойно на node.js коде использовать я прошу прощения секундочку нет это мы отвечу позже у нас можно взять посмотреть по полифилу npm.js сервер event source я сейчас еще одно в гист добавлю ссылку вот то что я рекомендую как production ready обратите пожалуйста внимание это полифил в неделю его ставится вот такое вот количество то есть если вам кажется что эта технология не является такой уж сильно распространенной обратите внимание на вот это вот значение и для сравнения коа о котором я вам говорю и о котором вы скорее всего слышали вот обладает таким количеством установок так что вот такая вот разница так вот тут вот я просто помню то что я видел ссылочку вот вот это вот да я добавляю это вот здесь вот вот это вот то решение которое на бэкэнде я рекомендую если вам нужно реализовать там и под экспресс и под хоа и под хаппи есть варианты реализации то есть это был демонстрационный пример который мы можем на нужном нам уровне получается поиграться поправить как надо из интересного еще в этом примере я ответил на вопрос как это в ноде делать могу двигаться дальше нет нет то есть питание чтобы договориться ну то есть как я зрозумел это просто один из вариантов открытия стрима и это и есть замена для старых добрых вебсокетов если я только задетектор что у меня в одну сторону вот такие требования месседикулярные то есть он набагато легче, чем вебсокет да какие у тебя преимущества меньше работы на фронтенде почему потому что ребятам не нужно вот эти вот реконекты делать им не нужно делать сабскрипшены потому что менеджмент сабскрипшенов представь себе у тебя отлетело соединение ты ожидаешь что ребята присоединившись заново фронтенчики отправят тебе снова сабскрипшены то что ты находишься например там в таком комнате чатика с такими-то приватными получается настройками и прочее 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 с event sourcing с сервер сайт ивентами вот этот event source у тебя реконект идет организован на уровне API браузера при этом я этого не показывал но ты можешь это прочитать в описании то что при реконекте клиент тебе по реализации в браузере пришлет последний известный айдишник а теперь прикиньте как это круто в финтех проектах финтех проекты у нас если мы говорим блокчейн есть последний известный блок вот этого блокчейна и в тот момент когда у вас реконект идет и присылается вот этот вот последний известный блок клиенту вот вы сразу же можете прислать только то что нужно какие апдейты или если это вас игра там пошаговая например или там последнее известное время если это real time вы присылаете клиенту все что поменялось из последней известной позиции вот поэтому сервер сайт ивенты с точки зрения реализации когда вас однонаправленная вещь это очень круто по сути а вы можете реализовывать изменения на backend через rest а обновление данных через сервер сайт ивенты то есть получение данных сервер сайт ивенты подписка это те же сервер сайт ивенты обновление данных rest post put delete обратите внимание то что вот здесь вот я вот это вот примере приводил да 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 обратите внимание то что вы на самом деле можете делать один rest endpoint который вам поддерживает event stream и и которые поддерживают вам rest вот вам пример то есть вы если это не event stream тогда вы отправляете просто текущее состояние этого ресурса если это event stream вы отправляете его текущее состояние и подписываете на изменения да на самом деле в веб сокетах вы точно также можете это делать проверять на из начале соединения да в хедере в веб сокетах именно это да вот по сути это очень удобный механизм и поймите правильно я в своих докладах я зачастую пытаюсь взять и показать вот как мне нравится с пониманием приходит любовь это из игра эндера вот когда ты начинаешь понимать инструмент какую-то технологию ты начинаешь влюбляться я хочу с вами поделиться там недооцененным сервер сайт ивент протоколом а надеюсь у меня это получилось по полифил есть и полифил почему я закидывал в конкретно в этот проект в этот тестовая потому что если мы хотим добавить хедера тогда нам нужен нам нужен этот полифил сейчас браузеры не поддерживают вот эти вот кастомные хедера вот эту вот вещь но есть одна проблема полифил в хроме не позволяет вам взять и показать вот это вот вещь а connection broken reconnect а круто это я даже взял и поставил это отчет у меня connection broken показываешь не знаю вроде бы все есть ну ладно вот если я если бы я поставил полифил тогда вот здесь бы у нас с вами не было в блоке event stream событий вот это показывает что они действительно бегают что что на этих показывается полифильной а вот этот момент да да согласен так давайте смотреть что у нас получается сервер сайт ивенты считаем что обсудили что следующее хотите наст хорошо давайте наст господа всего начинается наст нас начинается с того что вы должны знать type script ключевая фишка из type скрипта которая у нас используется вместе это не система типов как вы могли подумать ключевая фишка это декоратор декоратор которую вы можете увидеть на самом деле вот здесь вот у меня вот в этом вот проекте вот смотрите вот это вот у нас что ничто иное как декоратор декорировать можно класс метод или или метод или поле класса и можно декорировать аргумент функции декораторы нам нужны для того чтобы писать меньше кода кроме того если мы с вами вспомним какие-то языки типа того же самого пич пи гой прочее там есть понятие рефлексия вот то о чем я там например вам говорил в начале своего доклада то что я рефлексирую для того чтобы понять что я могу повторить перетащить из проекта в проекты это выношу в том числе в доклады по сути рефлексии это самоосознание и вот java скрипте в type скрипте у нас нету рефлексии из коробки из самого языка и как раз декораторы в большинстве своем они позволяют добавить эту рефлексию это происходит за счет пакета рефлект мета что по сути происходит если мы с вами возьмем посмотрим что тут под капотом заходя в expose любой из декораторов который работает с рефлект мета мы можем с вами увидеть то что здесь этот давайте expose он говорит есть мета сторож и мы возьмем и добавим туда мета данные то есть по сути большинство декораторов предназначены для того чтобы сохранить какие-то данные об инстансе объекта или о ну понимаете разницу между классом инстансом класса или сохранить вот эти вот данные потому что вы можете там это динамически делать и прочее и в нужный момент залезть в этот мета сторож и получить оттуда какие-то нужные нам данные не совсем как мидалвар потому что мидалвара вот я предполагает чейн вот тут же у тебя будет ветвление как как тебе угодно тут сама возможность в любой момент времени передать инстанс класса и не только узнать то что он например инстанс такого-то класса оно это что у этого объекта в мета сторож есть такая информация то есть вам не нужно брать и например писать декоратор вокруг класса который будет вам сохранять данные вы просто нахренячили этих декораторов потом полезли в мета сторож и получили оттуда нужные данные на этом работают на самом деле до пандынси инжекшн в ангуларе но в этом работают сериализации деревья сериализация в класс трансформеры которые вы можете увидеть здесь вот тут если мы с вами возьмем посмотрим это класс трансформер что он делает этот класс трансформер это кстати часть nest стека это был сначала тайп стек то есть тайп скрипт б из так вот и класс трансформер класс валидатор предлагает вам возможность легко сериализировать объекты просто навешивая соответствующий декоратор он говорит вот здесь вот вот это вот описание объекта ассет вот эти вот данные пожалуйста когда будешь сериализировать это в джейсон предоставь их если я например возьму и уберу вот вот так вот тогда соответственно в джейсоне которые мы с вами там видели давайте сейчас делаем гид чекаут здесь мы сейчас несем снова правочки и уберем здесь полифил так темня сорс полифил вот здесь вот я соответственно беру в ассете я убираю экспоуз ну например с нейм нет не так тут так так еще раз так я его закрыл что ли еще раз еще раз но есть видите currency нету почему потому что на самом деле вот этот вот объект который у нас здесь прилетает обратите внимание то что у меня уже его нету то есть мне не нужно писать сериализацию вот это вот там то чтобы скорее всего пишите сейчас наверное будет большинство бак-энд разработчиков обидно давайте вдумаемся по сути стоящий бак-энд разработчика это тупо посклеивать строчки сходить в базу данных набрать там контента если это php тогда шаблоны если это в api тогда это в джейсоне взять просто посклеивать тупо строчки и все по сути вы можете это писать там из такого объекта в такой-то а можете это взять и управлять на уровне вот этой вот вещи по декоратором рассказал если по этой части вопроса окей исторически nest очень много чего перенял у англора и сюрприз-сюрприз уже не поддерживаемого а тайп стек конкретно routing контроллер могу ли я сказать то что у меня большой опыт работы с нас там наверное нет потому что он там полгода по сути вот могу ли я сказать то что то что там происходит с местом мне просто и понятно да потому что по сути идеи класс валидатора депенденте инжекция аналогичного в ангуляре и routing контроллеры мне известно что ребята предлагают с routing контроллерами во первых вы видите снова это импорт рефлект мета дейта а то есть по сути это вещь для того чтобы у нас была возможность сохранять в мета сторож и забирать оттуда данные обратите внимание то что он должен вот видите вот здесь вот стартовать то того иначе будет выкинута ошибка когда вы только дойдете по ходу компиляции вашего кода в там байт код или как это правильно сказать у вас не будет доступа к мета сторожи кроме того это же у нас type script вам нужно в тс конфиге сделать чтобы у вас работал вот этот экспериментал декоратор с понимаете а я рекомендую если это не наст а какое-то другое приложение я рекомендую писать по паттерну boundary entity control отдельно entity способы как мы сериализируем десериализируем данные которые ничего не могут инклюдить кроме других андит если они там саппендит control не контроллер и а бизнес логика и наши баундере по сути это connection с базой данных среди сам htp сервер и прочие вещи обратите внимание что вы при таком подходе вы понимаете как стартовать и выключать ваше приложение но какого хрена мне нужны модели вот в этой вот структуре они наоборот мне будут только сбивать еще у нас там из-за этого дурацкого dependence injection который мне так уж и нужен по большому счету я не пишу юнит тесты я пишу интеграционные тесты есть необходимость инклюдить каждый файл каждый класс ну потому что в вангулары так делается ребята в routing контроле или или в type graphql вот тут вот там есть у нас получается такая замечательно вот по графке или есть ссылка на тулинг и тут есть type graphql вот описывается вот она но ты просто берешь маску по файлам и сам сам routing контроллер type orm или type graphql тебе возьмет и все что нужно подключить тебе не нужно каждый раз вот это вот подключать до создатели на 100 используют схематик из англора и ты пишешь командочку создай новый контроллер и тебе в сама она подключает но я не считаю что это преимущество потому что у меня есть какие-то привычки с нас там я немножко еще ломает вот полный асту моменты которые стоит понять это фреймворк это не отдельная библиотека чем отличается набор библиотек от фреймворка скажите я я утверждаю что отличается идеологией если гайдлайн идеология любой другой на самом деле любой фреймворк он должен отвечать на вам на вопрос как делать и зачем так делать к месту у меня есть одна большая критика структура проекта вместе аналогично ангуляр и для backend приложений это не является плюсом наличие модульной структуры потому что в тот момент когда ты хочешь организовать структуру своего кода по-другому и ты легко можешь написать здоровый монолиты у тебя будет там ту его куча модулей с точки зрения конкретно место ты можешь это организовать более там плоская или более вложено но сам по себе нас тебе не дает достаточной гибкости по идеологии организация файловая структура в остальном я считаю что это отличный продакшен рэдди вариант он очень круто быстро развивается быстро фиксятся баги я могу рекомендовать его для greenfield проектов можно ли имеющийся проект на экспрессе например на экспрессе или коа прикрутить к нему nest да ну конкретно вот мой проект я мне потребовалось два дня для того чтобы прикрутить сюда можно начать с роутинга контроллеров можно сделать сразу же наст это на ваше усмотрение как это будет выглядеть это будет выглядеть примерно так вы говорите то что вам нужно сначала чтобы у вас была отработка ваше контроллеров из место те которые вы там уже переписали или новые после этого вы говорите использую фильтр у них же есть фильтры которые предназначены для того чтобы ошибки отлавливать и вот тут вот я по сути делаю следующую вещь если у меня произошла ошибка но у found exception то есть не нашелся такой road а давай-ка я попробую в этом случае чтобы у меня отработал экспресс и в этом случае я как раз говорю вот вот в этот шаги это мне для того чтобы там добавить проверку авторизации вот я просто запускаю мой экспресс то есть таким образом на самом деле может быть это нужно было бы отдельный экзампл может быть когда-нибудь у меня дойдут руки начать писать на тот же самый def pro или на доу вот но мест легко можно интегрировать существующий проект который у вас естественно написано тайп скрипте а если это чистый java script тогда вам нужно будет туда инвест и тайп скрипт затянуть это все на самом деле реально но вопрос в вашей практике вопрос есть тут какой-то по этой части что ты подразумеваешь под кастомными мидалварами кастомная мидалвара у тебя меняет реквест-респонс это часть гуардов и сейчас я покажу какие вот у меня например вот такой вот есть авторизаишн гвард он делает следующую вещь вот он проверяет а можно ли вообще этот контекст активировать у меня если на дико на роуте по например повешенных паблик наверное лучше открыть мой пример тут есть много лишнего вот я не думаю что нарушаю nda но просто код для того чтобы было проще во первых у вас есть возможность обычными дел варка в экспрессе закидывать просто юс и вперед погнал у вас есть возможность гвардов сделать различия мидалвара игла в том что мидалвара ничего не знает о том кто ее вызвал то есть какой конкретно контроллер это сделал мидалвара не знает guard если мы с вами посмотрим он имеет у себя на вход так называемый экзекьюшен контекст что из себя представляет экзекьюшен контекст это такая вот прикольная штука которую если мы с вами посмотрим definition он позволяет вам во первых получить класс или конкретный instance этого класса и сюрприз сюрприз можно через рефлек мета узнать детали то есть если вы возьмете get класс и поставите например . name то вы конкретно вот здесь вот внутри уже имеете имя класса контроллера в котором происходит запуск этого контекста этого запроса что ты на основании этого дела можешь сделать например можешь распарсить jwt токен который у тебя есть запрос посмотреть у конкретного метода какие есть декораторы и проверить а можно ли с таким-то jwt идти по этому методу потому что nest получается очень декоративный вот смотрите вот у меня здесь например есть computation вот здесь вот у меня вот этим вот одним декоратором админ я говорю то что этот код то что здесь происходит может только пользователь который админ администратор это кастомный декоратор который я написал который выглядит вот так вот просто просто поставь мета дату ключ ролл значение админ все в на коде если мы возьмем с тобой посмотрим аус guard вот здесь вот у меня есть такая штука как возьми к переключить на request из это на самом деле по сути упрощенный вариант залезть мета сторож уже готовые методы написано вот тут возьми и проверь вот вот таким вот методом то что мы сделали аускоп распарсили токен мы проверили то что он у нас есть при проверяем то что в ролях есть то что есть в аускопе я понимаю что тут больше чем два шага и вы уже достаточно устали нужно думать но с местом писать куда меньше более гранулированных писать его по солиду которая вообще в джава скрипте очень сложно происходит вот достаточно приятно еще вопросы по ностов так господа а давайте уточним у нашей команды morning logica сколько у нас времени и уточним у вас мы хотим разобрать весь список если да не знаю как вам но мне точно нужен будет перерыв через 15 у нас будет еще еще окей устраивать всех отлично а вы только что увидели продажу решения в действии когда все на самом деле пофиг и вы предлагаете вариант вы подтверждаете confirmation вот она так работает так господа я сейчас не понимаю как я буду разыгрывать призы вот давайте наверное сделаем сейчас следующим образом я отвечаю на ваши вопросы по поводу на 100 вот после этого я дам вам дна разогрев еще секцию вопросов по скиллам на основании уже них я тогда разыграю в это прицелы окей по на 100 еще какие вопросы есть нет вопроса минусы на 100 с комьюнити там все в порядке там очень классный контрибьютор который весьма живо отвечает на вопросы из минусов на 100 я скажу прямо то что на текущий момент разработчиков на рынке которые имеют продакшен оппенд на 100 мало это является минусом для бизнеса и бизнес из-за этого с трудом принимает решение писать гринфилд проект на насть тем не менее технические консультанты зачастую рекомендуют нас потому что по нем хороший отзыв на насти ты действительно можно самом деле легко реализовать многие вещи например ты и тебе нужна большая производительность выкидываешь экспресс ты ставишь fastify и получаешь большую скорость из минусов место я могу ребята вам сказать вещь которую вряд ли вы от кого-то услышите мест на текущий момент подходит только для веб-проектов если вы хотите реализовывать например воркеры скорее всего нас несмотря на то что там есть микросервисы вам не подойдет он тормозит я конкретно на прошлой неделе я наткнулся на эту проблему мне нужно было сделать чтобы была организация там вот вы видите вопрос воркер вот отвечая на этот вопрос я могу там покопаться в гид history эти примеры показать что он он тормозит мои ожидания то что по микросервисам если я там делаю через tcp вот нас будет давать такую же примерно такую же скорость как если это напишу без вот фишек от нас почему он тормозит не было впадло разбираться просто взял и сделал это своим способом вот поэтому для того чтобы написать в папе для того чтобы делать какую-то там сложную машинерию взаимодействовать друг другом и у вас критичные вопросы вот а еще на текущий момент мест не позволит вам делать сервер push не является критическим для большинства проектов но если вы хотите делать классный юзер-экспириенс сны и не htp2 вы скорее всего можете делать предположение что отправлять с вашего бэкэнда по в папе ай для того чтобы ускорить работу вашего фронт-энда это не то что я не говорил на самом деле на в рамках бэкэнфо фронт-энд но это та вещь которая я реально задумывается над своим текущим проектом потому что у нас есть потребность например отсылать там 30 ответов еще до того как фронт-энд запросит где это нужно спросите вы карты потому что карты это тайлы нарезанные кусочки графики вот они могут быть векторные они могут быть в виде картинок векторные мы отдаем с нашего бэкэнда и тот момент когда пользователь перешел на страницу я знаю то что вот он теперь смотрит вот здесь я могу уже с бэкэнда смело отправлять ему тайлы нас не позволит нету сейчас готовых решений проблема ли это место сейчас на но джейсе нету ни одного взрослого фреймворка который может делать сервер push поэтому если вы хотите сделать open-source решение которое выстрелит посмотреть в эту сторону по на стол еще вопросы я наверное нет я я этого не говорил я сказал edge кейсы в которых случаях вам не поможет поймите правильно а я я считаю я повторю еще раз громкого все услышали я рекомендую нас джейс к изучению начинать нужно с ознакомления с тайп скриптом системой типов и декораторов мануал там большой стоит пописать идея аналогично роутерн контроллером я рекомендую нас джейс как человек который имеет продакшен опыт снад джейс я только что описал edge кейсы когда джейс вам принесет больше боли чем преимуществ то есть вот это вот сервер push вопросы связанные с микро сервисами реализованы конкретно на нас джейс таки это были edge кейсы а ограничения которыми я наткнулся нам на джейс теперь лучше отлично последний вопрос по месту хороший вопрос смотрите вот здесь вот я это возьму продемонстрирует так это мы закрываем вот тут у нас мы говорим класс трансформеру то что вот это вот такой-то тип я тут дал что это big int который у нас там под дефолту идет в тайп скрипте то что вы могли видеть на примере когда вот это вот число число в конце n это big number big int в тайп скрипте а вот 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 так вот пишется если вы вот сюда закинете класс вот тут у вас будет например ну кто его знает ас и вот 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 так отлично отработает может получиться таким образом что у вас на самом деле здесь будет вот такой вот случай это будет писаться вот так вот но скорее не билдер а там есть дик дискриминатор вот так вот дискриминация разделение там по геопризнакам или мальчики налево девочки направо там вот или еще более не толерантные вещи вот дискриминатор в тот момент когда вы говорите что тип у вас будет юнионом объединение нескольких типов дискриминатор вам позволяет когда у вас здесь будет ассет как множество различных типов привести их к нужному виду это может быть прикольно в тот момент когда вы например предполагаете что у вас массив может быть из объектов которые представлены по-разному конкретный пример нужен окей ответил на вопрос супер 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 супер